Что поможет сохранить качественный национальный продукт? Крупным торговым сетям неинтересно поддерживать малые производства, направленные на национальную пищевую культуру. Поэтому вся надежда на кооперативы. Об их развитии сегодня в Чебоксарах говорили представители потребительских союзов из 50 регионов страны и федеральные чиновники. Кооперативный институт сегодня превратился в площадку для обмена идеями и опытом в сфере кооперации. Например, говорили об информационной платформе, которая предназначена, чтобы связать всех кооператоров страны. Вот у меня сегодня на телефоне установлена связь со всеми руководителями кооперативов страны. Мы транслируем новости. Вот появились у нас сегодня лучшие продукты, они уже здесь есть. Это одновременно будут и платежные системы. Здесь будет синхронный перевод на 30 языков мира. Такая система в будущем может стать площадкой для обмена уникальными качественными продуктами. Внедрением этой программы в регионах будут заниматься студенты-волонтеры. Одна из проблем чувашских предприятий как раз и заключается в том, что они плохо представлены в интернете, считают учащиеся кооперативного института. Вчера мы были в Комсомольске. Там нас провели по многим заводам, по многим предприятиям. Мы выясняли, какие у них есть проблемы. Проблем как таковых мы не выяснили, но поняли, что им надо расширяться. К сожалению, кооперативы не очень активно пользуются интернетом. Это можно понять. И, скорее всего, мы будем заниматься разработкой сайтов для них. В качестве площадки для дискуссии чувашию выбрали потому, что местный потребсоюз хорошо известен на федеральном уровне. Например, наша республика занимает первое место в системе потребительских коопераций России по производству колбасы. «Смотрю, что народ, который живет в сельском месте, очень трудолюбивый. Содержит скот, даже в деревнях есть по три, по четыре головы крупного года скота. И столько закупает молока, конечно, у нас в Пензенской области такого нет. Благодаря, я думаю, что поддержка власти и те закупочные цены, которые есть сегодня на молоко, 20 и более, конечно, это хорошая цена на сегодня. У нас таких цен нет». Что нужно для развития кооперации? У федеральных чиновников есть рецепт. Взять из прошлого самое лучшее и модернизировать его. Это поможет, например, сохранить национальные продукты. «Самое главное, мы сохраняем национальную идентичность в том, что называется культура питания. Доносим эту традицию и даем людям приобщаться к ней. Вот в чем сегодня. И самое главное, что это огромная площадка для людей, которые сегодня найдут село. Сохраним мы село через это». Кстати, к системе потребительской кооперации России проявляют интерес и иностранные предприниматели, отмечают федеральные чиновники. Так в ее рамках итальянцы начали производить сыры, а французы – шоколад. Виктор Вавилкин, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.